Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро из Иерусалима! Ботертов, шалом из Иерусалима, из святого города! И продолжаем изучать святую Тору в святом городе через Facebook, который не святой, но который дает возможность, знаете, как скальпель. Скальпель в руках хирурга, это он лечит и спасает жизни. Скальпель в руках преступника, он лишает жизни. Скальпель в руках торговца, он приносит деньги. То есть есть инструменты, которые в зависимости от намерения, они могут приносить как добро, так и зло. Я думаю, что весь мир и жизнь человека это такой же инструмент. То есть все прикрепляется к твоему намерению, куда ты двигаешься. И мы двигаемся в Айкра, платформа Айкра, мы двигаемся к изучению Торы, к служению Всевышнему. То есть, как сказал царь Соломон, мудрейший из людей в конце экклезиаста, в конце концов, все понятно. Это Элатим Ира, Бога бойся, Митсватав Шмор, заповеди его соблюдай. Кизэкуля Адам, в этом весь человек. Все остальное это приложение к вот этой вот главной центральной линии, когда ты знаешь, для чего ты живешь, как ты живешь, что с тобой дальше будет, то, конечно, все отлично. Роман Бадашанов, привет из Вены. Бабадшанов, вот так правильно, Бабадшанов. Таня, Таня, Шалом Ботертов, Ира Кременок. И у нас же сейчас очень резко увеличивается у нас количество людей в Инстаграме, которые нас смотрят именно в Инстаграме. То есть уже растет. Мы когда-то начинали, когда начинали платформу Воикра, то у меня на уроке было в среднем 30 человек, 20-30 человек. Сейчас уже в среднем 200-300, да, то есть уже рост, сколько произошел рост? В 10 раз. Мария Динсбург из Ижевска. Отлично, где только вот евреев нет? Везде евреи есть. Как Бог говорил в Торе, что я вас по всему свету, я вас распространю от края до края. Даже в космосе, даже в Антарктиде, даже в Ижевске есть евреи. Из Биробиджана, даже в Биробиджане, Татьяна Талисман. Была же идея, да, Сталин, такой был креативный человек. Он говорит, вот евреи пускай в Биробиджан едут. Откуда? Где Биробиджан, где евреи? И вот такая была у него идея. Хорошо, дорогие друзья. Все, мы продолжаем изучать Мишли, царя Штумова. Мы находимся в 19 главе. 19 глава. И находимся мы в, значит, 9 отрывок. 9 отрывок, он как бы повторяет, интересно, что он повторяет почти полностью 5 отрывок. Давайте вот посмотрим. В 9 отрывке написано так. Эджкарим лойнаке. Свидетель, лживый свидетель, лживый свидетель не очистится. Это так написано в 9 отрывке. А в 5 отрывке, как написано, так же начало. Эджкарим лойнаке. Что лживый свидетель не очистится. Но в 9 отрывке продолжение чуть другое. В эяфиях кзавим йовет. Тот, кто выдыхает ложь, он потеряется, исчезнет, подимнет. Явет это он исчезнет, подимнет. А в 5, как написано, в эяфиях кзавим лоймалет, не спасется. То есть там написано, он не спасется от наказания, а здесь написано, он подимнет. То есть концовка чуть-чуть отличается. Давайте разберемся. Значит, есть два понятия. Есть понятие ложь, это когда говорящий знает точно, что он говорит неправду. Вот он говорит, я видел Петрова утром, и он с ножом в крови бежал из дома Сидорова, и прямо выбегал с ножом в крови и кричал, я его убил. А на самом деле он не видел Петрова. Это называется лжесвидетель. Он говорит конкретную ложь, и он знает, что это ложь. Кто такой эяфия кзавим? Кто такой выдыхающий неправду? Это меньшая стадия лжи. Он говорит, вы знаете, я видел человека, который выбегал из квартиры с ножом. Он реально видел. И вот мне показалось, что он похож на Петрова. То есть я не уверен, что это был Петров. Я не уверен, что это был не Петров. Но вот он так бежал, прямо точно как Петров, прямо мне показалось. И он здесь, он не лжесвидетель, потому что он реально говорит свои предположения, свои как бы предположения. То есть потом может выясниться, что это да, был Петров, и тогда его предположение может оказаться правдой. А может выясниться, что это был не Петров, и тогда его предположение окажется ложью. То есть двор казав, вот это вот пустое, это то, что может потом оказаться ложью, но тот, кто говорит, он это говорит как правда. Понятно, есть чистая ложь, конкретная, когда человек знает, что он врет. Есть то, что он говорит, которое может оказаться правдой, может оказаться ложью. Это называется двор казав. Понятно. Теперь говорит нам царь Соломон. Значит, тот, кто лжесвидетель и он обвиняет другого, он не очистится, это точно. И здесь мы даже знаем, какое будет его наказание. Есть в Торе целые законы о лжесвидетелях. Если лжесвидетель свидетельствует против Петрова, что Петров убил Сидорова, и в этот момент выясняется, что он врал, но по его показаниям могли убить Петрова, то этого лжесвидетеля убивают вместо Петрова. То есть то, на что его убивают. И вот, значит, этот Яков Шатайдин Шолом. И вот пришел вот этот вот молодец, молодой парень, да? Молодой парень, который учился в Яшиве, Аврех, да? И он пришел к Равину спросить, может ли он что-то там недоплатить по налогам, обмануть государство. И Равин ему сказал, ты знаешь, говорит, здесь есть два как бы аспекта. Твои взаимоотношения с государством это один аспект, а твои взаимоотношения с собой и с твоими детьми это второй аспект. Если ты будешь врать, то тогда, тогда ты уже изменишься, ты будешь человек, который врет. И твои дети, как ты потом сможешь им сказать, что дети, вот я государство обманул, но вы мне доверяете. Нет. То есть, неважно, какие у тебя отношения с государством, человек должен стараться не врать. И так он ему ответил. И, значит, тот заплатил все налоги, и большинство религиозных людей, они стараются и платят, и соблюдают закон государства. И, ну, то есть, это как бы факт. Теперь, вот послушайте дальше. Но, опять же, надо, опять надо советоваться с Равином. Я не Равин, и то, что я сейчас рассказываю, это мои предположения, ни в коем случае не воспринимайте их как указания к действию. Потому что, есть известная история, как один пришел к Хафицхайму, был такой великим Равин, посоветоваться. И говорит, вы знаете, это было там 120 лет назад, евреи тогда получали паспорта, и он ему говорит, Хафицхайму, вот мне сейчас паспорт получат, надо указать год рождения. А я не знаю, какое указать, что мне там сейчас 72 года, или мне 74 года, чтобы было, как. Сделать себя моложе, старше, как указать. А ему Хафицхайм говорит, а сколько на самом деле? Он говорит, ну, на самом деле мне 73. Хафицхайм говорит, ну, так и напишите 73, сколько есть на самом деле. Он говорит, вообще, какая гениальность, мне такое даже в голову не пришло, что значит велите мудрец. То есть, нужно, нужно еще раз, то, что мы сейчас изучаем, это мудрость царя Соломона. Но, если вы хотите прямые указания, что делать, желательно посоветоваться с Равином, который знает Тору, и который вот именно может вам ответить, лично вам, в вашей ситуации. Мы, кстати, сейчас хотим сделать такую рубрику на портале Воикра. Вот, как раз хорошо, что Яков Шатадин в эфире. Задай вопрос Равину. То есть, мы уже договорились с Рав Пинхасом вышедшим. Мы должны сделать форму вопросов. Вы там задаете вопросы, например, или в комментарии, можно, к посту. Он выбирает несколько вопросов и дает на них развернутый такой Равинский ответ, ну, видео. И все, тот, кто задал вопрос, он получает ответ на свой конкретный вопрос. А все остальные видят стиль ответа, что значит ответить с позиции Торы на вопрос. Это очень, ну, совершенно такая отдельная история, как смотрят на мир, вот, с точки зрения Торы. Вот эту рубрику надо сделать обязательно, то есть, сделать красивой. Вот это Эли Шама, да, придумал эту рубрику. Эли Шама, он как раз хочет сейчас все оформить красиво. Уже договорился с Рав Пинхасом вышедшим. И мы как раз попробуем, с Божьей помощью. Хорошо, теперь, значит, дальше. Давайте еще раз. Сказал нам царь Соломон, кто будет свидетелем лживым, не очистится, то есть, на него это вернется. В Иофи Акзавим, тот, кто говорит непроверенные вещи, которые могут в итоге оказаться ложью, он потеряется. Значит, почему потеряется в этом отрывке написано, значит, что это путь в сторону гибели. То есть, тот, кто искажает, тот, кто искажает реальность, то он попадет, ну, рано или поздно он попадет в какую-то неприятность, да, потеряется. Почему он потеряется? Это люди, которые живут в искаженном мире. То есть, я вот думал конкретно, вот я вчера даже, у меня была конкретно, вот я с женой разговаривал, и я ей говорю, смотри. Вот, если посмотреть на данный момент, на данный момент, значит, то все хорошо вроде. Вот смотришь, вот в данный момент, минута две, вот оно здесь, вот мы сейчас сидим, урок, пусть будет здоровье отец Павел, сын Григория, сын Майи, чтобы было у него выздоровление, чтобы было у него выздоровление, и чтобы Бог, Бог услышал ваши молитвы. Мы поддерживаем ваши молитвы за здоровье вашего отца. Так вот, значит, еще раз, да, я говорю, вот если в данный момент все хорошо, то что человеку мешает, что мне лично мешает получать максимальную радость от этого дня? Беспокойство о завтрашнем дне. Но ведь беспокойство о завтрашнем дне, оно как раз и попадает под вот эту категорию в Айофея Гзавим. То есть, что бы ты ни предположил про завтрашний день, то завтрашний день, это ты не знаешь, каким он будет. Но если ты предполагаешь, что он будет плохим, то ты тогда, как будто бы ты подозреваешь Бога, что он тебя не любит, и он тебе подготовил что-то плохое завтра. То есть, ты как бы своим отношением к завтрашнему дню, своим беспокойством, своим страхом, своим сомнением, ты создаешь ту реальность, в которой ты снижаешь свою связь с Богом. И это, может быть, это не, конечно, не сильно попадает под категорию в Айофея Гзавим, то есть, изрыгающие, выдыхающие неправду, да? Потому что это не неправда, бывают в жизни разные ситуации. Есть болезни, есть, не дай Бог, разные какие-то неприятности у человека и так далее. Есть даже смерть, но если подходить к жизни с такой установкой по умолчанию, что Бог меня любит, Он мне подготовил самое лучшее, впереди рай, значит, я соблюдаю заповеди, Бог обо мне позаботится, то тогда намного, намного приятнее и легче жить. Хорошо, теперь десятый отрывок. Десятый отрывок, он звучит так, значит, ло наве лексиль таанук, афти левит мошель бессарим. Значит, дословно переводится десятый отрывок так, ло наве некрасиво, типа неприличествует лексиль, ксиль это грешник по вожделению, не подходит грешнику по вожделению таанук, наслаждение. Афки левит мошель бессарим. Так же, как рабу властвует над вельможами. Значит, что имеется в виду здесь? Объясняют нам комментаторы, что здесь имеется в виду следующее. Вот есть человек, который называется грешник по вожделению. Грешник по вожделению это тот человек, который знает, что есть Бог, есть заповеди, есть запреты, есть добро, есть зло. Он все это знает и он даже в это верит. Но он не может справиться со своим вожделением, со своими желаниями, желаниями своего тела и он говорит себе примерно так. Ну, я знаю, что нельзя, например, кушать некошерное. Но я хочу, не могу я. Но я знаю, что Бог сказал очень, вешмартэм моотли навшатэхэм, очень сохраняйте ваши души. То есть имеется в виду нефиджи, это животная душа. Относитесь к телу бережно и именно бережно относитесь. Это заповедь историй, быть здоровым и относиться бережно к своему телу, то есть тренировать его, его делать ровным и так далее. Пить воду. Это заповедь, то есть это конкретная заповедь. Но грешник по вожделению говорит, ну я хочу и у меня мое хочу, оно сильнее, чем мое надо, оно сильнее, чем мое знание и я буду делать то, что я хочу, говорит грешник по вожделению. Теперь говорит нам царь Соломон, не будет ему все равно нехорошо грешнику по вожделению наслаждения. То есть те наслаждения, ради которых он уходит от Торы, те наслаждения, ради которых он идет против Бога, они все равно у него не останутся. Они у него не останутся, потому что эти же наслаждения, они потом его же и уничтожат. Эти же наслаждения потом перестают быть наслаждениями, потому что обжора, он наслаждается ровно пока он ест, у него пища во рту. А когда у него пища уже не во рту, а в животе, она превращается в такое, как месиво, похожее на блевотину, которым потом рыгают. И потом у него начинает болеть живот, то есть он наслаждается это всего лишь секунду. Человек на диване, он наслаждается не секунду, он может час наслаждаться, два наслаждаться, три. Цена за это, это полностью испорченная жизнь, непрожитая жизнь, без достижений, болезней и так далее. То есть грешник по вожделению тот, кто идет за своим хочу в половых вопросах, да, потом он остается один с непонятным количеством детей от разных этих, с венерическими заболеваниями, спит и так далее. То есть страшные вещи, страшные вещи сейчас творятся в сфере вот этой вот половых отношений. Значит, говорит нам царь Саламон, что не подходит к силе Таанук, все равно то, зачем он гонится, вот это наслаждение, из-за которого вот эта жизнь в кайф, знаете, вот сейчас идет такое, ну идет как бы, идет накачка такая, вот кайфу, самое главное комфорт, комфорт, комфорт. И люди бегут за этим комфортом, надеясь его поймать. Вместо комфорта они находят кредиты, вместо комфорта они находят долговые какие-то обязательства, вместо комфорта они находят комплекс неполноценности, потому что как только ты поймал какой-то комфорт, тут же тебе показывает реклама соседей и так далее, что, слушай, разве это комфорт? Это вообще не комфорт. Вот этот вот уровень покруче, вот это комфорт, а это вообще не комфорт. И человек в бесконечной вот этой погоне за комфортом, за своим хочу, он проигрывает. И царь Саламон, это же притчи, он нам дает на понятных примерах, он говорит, так же не подходит к силе погоня за Таанугом, за этим, так же как рабу не подходит властвовать над вельможами. Что это значит? У человека, как задумано, у него есть божественная душа, это часть Бога, это вообще просто такая высшая часть человека, то есть если ты при жизни с ней соединился со своей душой, то это просто совершенно другой уровень жизни. Дальше у человека есть интеллект, рациональный интеллект, в котором он принимает решения, он считает, как нам говорил Раби Уда Наси, он говорил, ты должен считать, что ты потеряешь, делая заповедь, и что ты приобретешь, что ты получишь удовольствие от преступления, то есть что ты потеряешь. Посмотри на три вещи, и ты никогда не согрешишь. Все на небе записывается, записывается в программный код и потом к тебе возвращается. Так вот, как нехорошо ставить свою жизнь под власть своего тела, животного тела, которое хочу, вот эти все хочу, это все животные инстинкты, связанные с едой и с размножением. Это то, что в принципе ведет человека против его же духовности. Теперь, так нехорошо тебе гнаться и выстраивать свою жизнь ради погони за наслаждениями, так же нехорошо, как рабам властвовать над вельможами. То есть есть высшие люди, которые министры, цари, которые учились, которые и так далее. Есть рабы, которые такие, они животные были в то время, вот они были полностью такие прям дети и люди этих рабов, их откуда-то вывели, непонятно откуда, то есть для них было только вот пожрать, поспать, убить кого-то и там и так далее. И как нехорошо, когда вот эти рабы начинают властвовать над вельможами, так же нехорошо, когда твое тело и твоя тяга к удовольствиям начинают властвовать над твоей жизнью и управлять тобой, твоими решениями. А мы уже знаем, мы уже учили, как бы, слава Богу, царь Соломон нам уже сообщил, что, как драгоценный камень взятка в глазах того, кто ее держит. И в каждое направление, куда тебя ведет взятка, твой интеллект, он подстроится. И как только человек начинает гнаться за удовольствиями, желание получить удовольствие, это есть та взятка, которая полностью искривляет потом работу интеллекта. И если это понять, осознать и поставить себе просто как правило, да, что мной должно управлять рациональное мышление, духовное мышление, рациональное мышление, ум, а не животные вот эти вот инстинкты, хочу, не хочу, хочу, не хочу, там, люблю, не люблю, нравится, не нравится, страсть, не страсть, бред, это все бред, это все уровень жизни, когда рабы властвуют над вельможами, а у человека должно быть наоборот. Мелах, это когда у тебя моах, он властвует над сердцем, а не когда сердце властвует над интеллектом. То есть быть царем, это когда, знаете, как говорят про человека сумасшедшего, такого, про него говорили в русском языке, без царя в голове, то есть он собой не управляет, его просто вот такой вот он весь, да. Все, дорогие друзья, вот мы поняли очень важных девятый и десятый отрывок мы сегодня изучили. И следующий отрывок как раз нам объясняет, одиннадцатый, про Сехэлядам, про интеллект человека, как он работает и как его натренировать, и как интеллект включить на полную мощность. Это мы завтра будем изучать, с Божьей помощью, в десять утра. Значит, приходите и делитесь, делитесь своими выводами, очень важно, своими выводами делитесь со своими друзьями, уроком этим делитесь. И так мы будем распространять Божественный Свет. Все, удачи, успехов, всем удачи, успехов, счастливо, до побачения, как говорили в стиле бачения. Это шутка такая, видите, как в человеке сидят старые какие-то шаблоны, вот у меня этот шаблон еще из Харькова. Все, вот Яна Иванова, она с царем в голове, например, точно, старается быть. Все, пока, счастливо.